Депутаты городского совета Серпухова Сегодня слово депутату Николаю Пушкину. Здравствуйте! Добрый день! Депутаты города, член полицовета Серпуховского отделения. Николай, вы один из самых активных депутатов нынешнего созыва. Вы принимаете участие во многих мероприятиях, задействованы в решении многих вопросов. Но какая сфера для вас личного в приоритете? Ну, так получилось, что в этом году приоритетной стала сфера экологии. Совпала, наверное, с годом экологии, совпала со многими внешними факторами вокруг нашего города в виде полигонов открытых и закрытых. То есть так сложилось, что в этом году, наверное, экология. Но я думаю, что это не только этот год. Я думаю, что это еще в ближайшие пару лет будет очень актуальная тема, и придется ей заниматься. Вот в решении данного вопроса, вот тема экологии, да, проблема с полигоном, что зависит от вас? Какое участие непосредственно вы принимали? Во время своей работы на полигонах увидел свою задачу в том, чтобы информировать население о состоянии дела на полигоне. Для меня в тот момент была эта самая главная задача, потому что все знали, что полигон есть, понимали, что от него плохо пахнет и он горит. Но что происходит на самом деле, какие происходят процессы, какие происходят работы по тушению. То есть не было информации, был некий вакуум, и нужно было людям донести. Вот так появился мой эко-пост, моя онлайн-трансляция из полигона. То есть вы оказали информационную поддержку, да? Ну, по большому счету, все началось именно так, да. Сейчас я уже, конечно, начал работать и в других сферах. То есть я начал понимать, как устроены полигоны. Я начал узнавать информацию по похожим полигонам, как происходит обстановка в соседних муниципальных образованиях, вообще по всей области. Сейчас я уже не только информационную поддержку, сейчас я уже выступаю как экспертом на некоторых форумах. То есть я могу делиться информацией с такими же активистами, которые работают на других полигонах. Так какой информацией делитесь сейчас? Самая главная информация, наверное, это то, что нашим полигоном пугают практически все остальные. Я вот недавно на одном из форумов была очень, запомнилась мне фраза, что активисты на одном из совещаний чиновникам говорили, вы что хотите, чтобы было как на Сьянова. То есть в силу того, что мы подняли этот вопрос, мы информационно его подняли очень на высокий уровень. Не только у нас в Горне, но и по всей области знают, что такое Сьянова и знают, что будет с полигоном, если его закрыть и не рекультивировать. Ну вот в целом в городе очень много проблем, и не только в Серпухове. Это абсолютно нормальная такая картина дня. Что зависит от депутата в решении вопросов, вот с учетом того, что вы уже прошли за это время? Ну вы знаете, наверное, от депутата зависит одновременно и очень много, и очень мало. То есть с одной стороны очень большая ответственность лежит, потому что люди доверились. С другой стороны, да, есть определенные полномочия, которые прописаны в законе, и они не так велики. И с каждым годом, не будем скрывать, их уменьшают и сокращают эти полномочия. Но тем не менее есть ответственность. Есть ответственность, которую возложили на меня жители. И есть полномочия, нет полномочия, приходится в любом случае практически за любую работу браться и помогать жителям. В 2017 году с какими вопросами ваши жители, ваши избиратели к вам обращались? Ну, как всегда, у нас самые острые проблемы – это благоустройство, ЖКХ, ну опять же, после экологии. Потому что получилось так, что мой округ самый ближайший к полигону, и вопрос экологии был, наверное, самый острый, потому что он не позволял людям дышать. А дальше уже идет ЖКХ, благоустройство, дороги. Можно на конкретных примерах? Вот просили об этом, удалось сделать это? Ну, самое, я считаю, значимое, то есть то, что удалось добиться в этом году, поставили две больших детских площадки в двух дворах. Вот я когда стал депутатом, то есть я предложил жителям такую концепцию, что мы не будем делать в каждом дворе понемногу, а каждый год будем по одному-два двора благоустраивать. Но благоустраивать их хорошо, комплексно и делать все, что необходимо. Особую гордость что вызывает? Ну, наверное, детские площадки, потому что, ну, я сам отец двоих детей, поэтому для меня это не менее актуальный вопрос, потому что я сам с детьми на этих площадках бываю, поэтому для меня вот детская площадка – это такой какой-то вот теплый огонек, который согревает душу, и я понимаю, что ради этого, ну, можно было и чего-то добиваться, где-то настаивать, где-то какие-то шишки получать. Как проходят ваши приемы по личным вопросам? Где и с какой периодичностью? Ну, официально у меня прием два раза в неделю, это второй-четвертый понедельник, это я принимаю в помещении детского клуба «Надежда». Но, опять-таки, с самого начала, еще с самой предвыборной кампанией, я как-то занял такую позицию, что я противник заседания в кабинетах и на стульях. То есть я встречаю с жителями чаще всего во дворах, на местах, в подъездах, то есть там, где есть сама проблема, потому что в любом случае приходится выходить. Ну, мне проще именно выйти во двор и во дворе с жителями пообщаться, чем ждать, пока они ко мне придут. То есть, фактически у меня прием идет ежедневно, наверное, можно сказать, потому что помимо приема в часы приема, помимо общения во дворах, которые происходят регулярно, есть еще соцсети, которые просто у меня ежедневно поступают сообщения, и там приходится отвечаться, потом после этого встречаться, то есть фактически ежедневный прием у меня. То есть это встречи по звонку, по сообщению, да? Да, да, но мы же понимаем тоже, что есть часы приема, но не все жители могут построить часы приема, да, это один или два раза в месяц, то есть нужно выбраться, нужно как-то с работы успеть, не всем всегда удобно, мало того, как правило, нужно проблему увидеть на месте, то есть посмотреть сразу, что просят жители, что им нужно, обеспеченно по благоустройству, что можно сделать. Может быть, бывает очень часто, что мы затрагиваем один вопрос, а в процессе обсуждения он обрастает еще двумя-тремя вопросами, которые тоже нужно решить, а если бы мы сидели в кабинете, мы, наверное, этого не увидели, могли забыть, могли не узнать. К нам часто жители присоединяются, например, мы встречаемся с двумя-тремя жителями, а в итоге, там, через полчаса у нас образуется группа в 15-20 человек, и мы уже решаем глобальные вопросы всего микрорайона и думаем, как нам быть дальше. А ваш избирательный округ, это какие улицы? Это улица Новая, это Ивановские дворики, так называемые, старые Ивановские дворики, которые были построены. Но в основном это улица Новая, там несколько домов по улице Юбилейной. А вот если вспомнить предвыборную кампанию, что обещали людям? Я обещал только то, что смогу выполнить, то есть я собирал все пожелания, все наказы с людей и обещал, что по всем этим наказам я буду пытаться добиться их исполнения. Я не обещал каких-то золотых гор, опять же, я вот рассказал уже, что я предложил концепцию, по которой мы будем делать по одному двору, чем всем сразу пообещаем, ну, там, по одной лавочке, по одной качельке, по одной карусельке. На самом деле диалог вполне адекватный с жителями, то есть жители на это согласились, и мы с ними вместе это приняли решение. А диалог с исполнительной властью адекватный складывается? Ну, знаете, конечно, хотелось бы лучше, да, очень часто приходится не с первого раза добиваться, то есть приходится писать несколько писем, приходится добиваться, приходится участвовать во все двери, да, есть такое, что не всегда идут сразу навстречу, поэтому приходится проявить настойчивость какую-то, чтобы добиться какой-то цели. А почему не сразу, в силу каких причин? Ну, везде разные причины, где-то нежелание кого-то из чиновников, где-то, возможно, нехватка времени, нехватка финансов, на самом деле есть, есть реальное оправдание, ну, этим невозможностям, но бывает очень часто, что просто, ну, вот, до человека не достучалось, то есть он получил письмо, получил какую-то заявку от меня, но или не понял, не захотел, приходится еще раз написать, зайти, поговорить, то есть, если не получается через письма, значит, какой-то личный контакт начинаешь, не получается личный контакт, какой-то еще ищем, то есть, в любом случае, каждый человек же тоже индивидуален, то есть, так же и люди, которые работают в администрации, они тоже все по-разному работают, приходится к каждому искать подход, потому что у нас другого выбора нет, за нами жители, они будут спрашивать только с меня. Какие вы задачи перед собой поставили на 2018-й? Да, в 2018-м у нас есть уже план дворов, у нас есть два больших двора с комплексным благоустройством, то есть, это установка детской площадки, установка спортивной площадки, установка обустройства парковочных карманов, освещение, озеленение, то есть, есть два больших двора, которые мы выбрали в следующий год для комплексного благоустройства. Ну, есть ряд небольших вопросов, есть тротуары, есть асфальт, где-то нужно добавить, где-то нужно отремонтировать. Работа распланирована, намечена, я думаю, что мы будем в этом направлении двигаться. Спасибо. Давайте перейдем теперь к блиц-вопросам. У нас есть семь коротких вопросов, я вам предлагаю на них очень коротко и емко ответить, хорошо? Ваш любимый писатель? Пикуль. А на какой возраст вы себя ощущаете? Тридцать. Что предпочитаете смотреть, соревнования по лёгкой атлетике или фигурное катание? Я предпочитаю участвовать. В чём? В соревнованиях. По фигурному катанию или в лёгкой атлетике? А, неважно, в любых соревнованиях. Мне больше нравится соревновательный дух, чем смотреть со стороны. Здорово. Вы боитесь высоты? Скорее, да. Что выберете, пиджак или свитер? Ну, в силу уже работы, пиджак, наверное, теперь. Лучшая страна для отдыха, на ваш взгляд? Россия. И вы привередливый человек? Да. Спасибо огромное за то, что были откровенны, за то, что поделились своими планами на дальнейшую свою деятельность и рассказали о том, чего удалось уже достичь за это время. Спасибо и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...